Добрый день, дорогие друзья! Я хочу с вами поделиться своим знанием о том, как мышление влияет и определяет нашу реальность. Пожалуйста, будьте готовы записывать интересные и важные моменты. Это объединение научных течений, но это моё know-how. Это объединение mindfulness, когнитивно-поведенческой психотерапии предыдущего поколения и нового mindfulness, гештальтерапии, а также разных, абсолютно разных научных психологических подходов. Но моя практика, то, что я выудила, поняла из того, как эти все моменты работают, это, конечно, самый бесценный момент, поэтому я совершенно бесплатно с вами делюсь. Задавайте свои вопросы, обращайтесь на индивидуальные консультации, чтобы разобрать, как это работает у вас, на практике вашей жизни, что необходимо изменить, почему что-то происходит или не происходит. Итак, как мышление влияет на реальность? Смотрите, мы будем разбирать мышление, то есть когнитивную сферу, когниции, мысли, то, что в психологии называется когнитивной сферой, то, что я буду простым языком для вас называть мысли-формы, мышление, на поверхности осознанное и понятное умозаключение об этой жизни, о себе, о своём настоящем будущем, об этом мире и как здесь выжить. И бессознательные — это установки и программы, которые вам были заложены с детства, всю вашу жизнь, то есть это программы, грубо говоря. Дальше, а также коллективная, бессознательная тоже здесь находится, только коллективная, бессознательная, информационная та его, как бы, сторона, которая больше отвечает за концепции и мысли-формы, скажем так. А вот здесь у нас эмоции и чувства, чувственная сфера, где на поверхности мы видим чувства и эмоции, а под низом, скажем так, глубинная её часть — это то, что мы называем душой. Это те драйвы бессознательные, которые соединены просто тоже с коллективным бессознательным и даже ещё далее, чем коллективное бессознательное. То есть это вообще часть самого центра, самого нутра нашей природы, скажем так. И дальше мы уже видим здесь тело, как физическая манифестация нашей природы, нашего существа, со всеми его превращениями, вибрациями, ощущениями, опытами, психосоматическими болезнями, со всеми его состояниями физическими. Вот эти три чрезвычайно связаны друг с другом. Один может определять другого, но, конечно же, классическая психология подразумевает, что мышление рулит вообще всем. Начинать любые перемены нужно отсюда. Например, если я считаю, если я верю, если моё осознанное верование, или неосознанное, или оба, я красивая, то, соответственно, я буду уделять фокус внимания этой концепции, дифференцируя всё больше мыслей на эту тему. Кстати говоря, дифференциация происходит раньше или позже, чем продолжительнее и интенсивнее вы думаете в одну и ту же сторону. Здесь я уже это ощущаю определённо эмоционально, и какие-то у меня возникают эмоции. На уровне тела обязательно идёт отклик. Тело просто послушный слуга. Он реагирует на все мысли, формы, концепции и верования души, скажем так. Тело верит в то, что происходит здесь и здесь, безоговорочно, и выдаёт просто результат. Мы будем чувствовать себя и выглядеть на физическом уровне в соответствии с тем, во что верим. Именно поэтому, когда у людей есть проблемы с внешностью, то есть когда у них выражение лица какое-то, или какие-то ещё то, что они называют уродством у себя, это действительно очень сильно влияет на их внешность. То есть они будут обладать какими-то отталкивающими характеристиками, скажем так. Всё идёт вот отсюда. Дальше после тела смотрите, что происходит. Вот здесь уже уровень поведенческий и социальных ролей. Это манера делания чего-то. Это то, кем мы манифестируем, декларируем себя в социуме, ну и вообще в жизни. То, чью роль, какой дизайн мы на себя надеваем. Их тоже на самом деле миллиарды неисчислимое количество. И среди этого огромнейшего выбора мы всегда делаем какой-то в каждую секунду своего времени. И смотрите, как это работает. Если здесь есть установка, верование, мысль, мыслеформа, я красивая, я чувствую эмоционально себя как-то относительно этого, да, это даёт мне подъём, эмоциональную какую-то радость, это снижает тревожность. Здесь на уровне тела я буду соответствовать мыслеформе и эмоциональному состоянию. И здесь на уровне поведенческом я буду вести себя как красивая. Какая именно красивая, это уже зависит от дифференциации мыслеформы, да, то есть там же какие-то разные оттенки, скажем так. То есть здесь когнитивно-поведенческая схема, да, что думаем, так себя и ведём. И вот большинство психологов классических говорят, нужно менять всё в своей жизни к лучшему, начиная вот отсюда. Некоторые говорят, начинайте сразу отсюда и отсюда, меняйте вот эти два уровня. Ну, посмотрим дальше. Я посвящу несколько видео этому вопросу. Я его разбирала, практиковала несколько лет своей практики. У меня есть чем с вами поделиться. А вот здесь уже уровень экстернальный, то есть это, вот это тоже, кстати, это уже снаружи, то, что люди и мы сами видим и показываем наружу, да. И вот здесь уже уровень, сейчас я вам скажу, как-то я его тут красиво написала. Это естественное отражение ролей, поведения и манеры делать что-либо каким-то образом. Вот здесь мы видим, как люди и Вселенная общаются, обращаются с нами. Вот это уже как бы отклик, а ещё я бы сказала, это как зеркало. Оно всего лишь реагирует на то, что происходит здесь, на поведенческом уровне. Какую роль играешь, такой отклик и начинаешь получать от социума, знаки. Те же, да, люди говорят, что это всего лишь бессознательно, они ловят подтверждение своим верованием. Вот и всё. Ничего мистического или эзотерического в этом нет. И вот после этого мы уже переходим вот сюда. Это то, что я назвала. Перемены в реальности, проще говоря, результаты всех этих процессов, это где мы end up по-английски, то есть чем мы это всё окончили, скажем так. Это я, как клинический психолог, называю жизненный статус. Вот здесь верование. Я могу выйти замуж, я хочу выйти за него замуж, да? Мне нужно выйти за него замуж. Я чувствую, соответственно, на эмоциональном уровне. Тело будет вибрировать на этих частотах и вибрациях. Вот здесь я уже буду получать знаки, и что это становится правдой. Сори, это здесь я играю роль невесты, да? Здесь я получаю все эти знаки, отклик вселенной. Вселенная и жизнь начинает меня так, как бы со мной обращаться и относиться. И люди дают такую обратную связь, которая соответствует моему верованию. И здесь у меня меняется жизненный статус. Я выхожу за него замуж. Вот, например. Кстати говоря, не рекомендую создавать мыслеформы на конкретного человека. Но об этом в других видео. Я думаю, что было всё понятно. В целом схема понятна. Да, кстати, а вы сам? Вы сами — это вот этот наблюдатель, который в центре, который не является ни мыслями, ни умом мыслящим своим, сознательным и бессознательным, ни чувствами, ни телом, ни поведением и социальными ролями, мы не они, это точно, ни отражением Вселенной и то, что в ней происходит, ни другими людьми, никакими ответами и ответками. И мы не наш жизненный статус. Вот и всё. Мы — тот самый центровой наблюдатель, поток сознания, чистого, который происходит здесь и сейчас. Больше нас нигде нет, и больше мы никто, больше ничего у нас нет. Я — это то, что прямо здесь и сейчас в фокусе внимания у самой себя. Как только он засыпает, я исчезаю. Спасибо вам большое за внимание. Задавайте свои вопросы. Если было интересно, ставьте лайки. Давайте вместе поразмышляем об этом в комментариях и ждите моих новых видео. Скоро я их выпущу. Пока-пока.